Не думал ли ты, когда отдавал свои 15,5 лямов, когда продавал Rolls-Royce, о том, что тебя разводят твои братишки? Мне говорит, ты следующий. 4 миллиона я достал, 2 занял, отдал бабками. Да, еще у меня запись разговорная шла была. Какая? Голосовая. С кем? С Азимом. А что? А там. В январе 2020 года был объявлен в федеральный розыск Хиза Резапиров, больше известен ставочному миру как Хиза. Это именно он был продюсером дубайских каперов Масиса, Чумаченко, кого там, блядь, еще, Рича и Динат Гумеров. Также в федеральный розыск было объявлено Луся Карапетян. Его девушка и по совместительству пиар-директор Хизы и всех вот этих предыдущих, кого я назвал. На вопрос Хиза почему-то скрывался, он ответил, что я же в розыске был, поэтому и скрывался. Хотя еще в январе он записывал сторис и говорил, ребята, я что в натуре в розыске? Только сегодня утром узнал, что я в федеральном розыске увидел в новостях так же, как и все. Я только что сам об этом узнал из ТВ, а позже он сказал, что не знал об этом. Ну, Хиза. Говорят, что вы скрывались от следствия. Так ли это? Так, да. Даже в розыске был, значит скрывался. Запутался парень в показаниях, но Эндрю детективу теперь уже абсолютно известно, почему скрывался Хиза. И че он путается в показаниях? То я здесь, то меня нет. Зачем вообще его посадили в СИЗО? По какой причине, ребят? Наверное, вы думаете, что это каперские дела? Нет. Это возможная взятка в размере 15,5 миллионов рублей и более. Сегодня мы вам про это расскажем, потому что мы пришли в гости к Хизе в его невероятно новый особняк. Который он не успел достроить. Всем привет! Мы находимся на усадьбе самого лучшего бродюсера каперов и дубайских, и не дубайских Хизе. Пойдемте к нему домой. Это его усадьба, которую он заработал, естественно, на чем? Правильно, на ставках. Хиза! Хиза, ты где? Привет! Братишка, привет, ребята! Привет, друзья! Салам, братья! А это мой особняк, рухнувший вместе с моими мечтами. Да, а почему мечты Хизы рухнули, сегодня мы с вами узнаем. Так как ко мне в руки попали... Мои показания. Я забыл, блядь. Сценарий, блядь, надо готовить к выпускам, нахуй, если что. Его мечты рухнули, как практически этот невероятно красивый особняк в армянском стиле. Заново снимаем эту нахуй резиденцию. Сегодня мы с вами узнаем, за что действительно сидит Хиза, что произошло, как же так случилось. Он сам нам расскажет про все это дело. Да, ставки не зашли, друзья кинули. На штукатурку не хватило, соответственно. Потолок обваливается. Там тоже все. Пошли. Пиздец, сценарий надо просто готовить или выучить. Итак, как же кинули Хизу, об этом он сегодня нам подробно расскажет на интервью. Расскажи, пожалуйста, Хиза, как же так произошло? Ну, для начала нужно знать всего троих персонажей, из-за которых я попал в эту передрегу. Первый это Азим, или Азам Гасанов. Короче, как Азам Хаджиев, так и Гусейн Гасанов. Только Азим Гасанов. Азим Гасанов, это первый человек. Да, который пообещал меня вытянуть из этой заварушки и развалить дело. Подожди, подожди, вперед не забегай. Кто второй? А кто, доставай сценарий? Ты чуть все не рассказал уже в начале выпуска. Кто был второй? Второй персонаж, блюститель закона, Дмитрий Коробов. Дима Коробов. И третий, Артурчик Абдурахманов. Вот они, три персонажа. Я искал этих людей в друзьях Хиза, чтобы... Короче, не нашел я их. Слишком очень много Артуров Абдурахмановых, Коробов, Дмитриев. Вообще немерено. А Азамов еще больше. А Азамов немедленно. Поэтому пусть это будут наши вымышленные персонажи, которых мы сами придумали. Может, вообще пиздеж, который нам случайно скинула какая-то телеграм-канала. Хиза, расскажи, как ты вообще врюхался в эту историю изначально? Что вообще произошло? Вот я помню, лето 2021 года. Да, все началось с того, что Люсик, ну, моя Люсик, у нее есть брат родной. И, короче, вот этого брата, жена, ее приняли заставку. Не приняли, а завели и возбудили. Ну, возбудили, да. Продолжай. Завели дело и на Люсик. Ну, и у меня тут очко, короче, жим-жим. Не просто завели дело, а в розыск ее объявили. Да, я подумаю, меня объявят. Я, короче... Что? Да, по газам. Сейчас будет расследование. Дальше мы все ее увидим. Немного вам напомню, сделаю небольшое ответвление. Примерно полтора года назад всплыли договора, где Хиза заключал договор с блогером, с каперами, с дубайскими, которые были ставочники. Ну, типа, они принимали ваши деньги, знали, на что ставить, проигрывали и говорили, денег нет, но вы держитесь. Потом Хиза нашел уже чувака, который крипту раскручивал. Брал ваши деньги, покупал крипту и якобы подымал. Друзья, ну что, мы со самым провели первую сделку под контролем Славы. Поскольку он оставлял заявку, нам так повезло. Мы ему решили подарить расширение курса за 54,990. Чтобы на таких чуваков не вестись, вам лучше всего хранить криптовалюту именно у себя. Это либо Ledger, холодный кошелек, либо криптобиржа. Это как банковское приложение. Я вам рекомендую криптобиржу Bybit. Это топовое приложение. По ссылке в описании можно установить на свой мобильный телефон. Купить любую крипту и лично у себя ее хранить. Ни у хизы, ни у каперов, ни у криптотрейдеров, которые берут почему-то ваши деньги и сами покупают. И не говорят вам о том, что биржу вы можете просто скачать и у себя хранить крипту. Любую, ребят. Также тут есть P2P обменник. То есть это обменник, благодаря которому вы можете со своего банковского счета поменять деньги на USDT. Это криптовалюта, которая всегда равна 1 доллару. И при помощи USDT купить любую крипту. Также ее продать и хранить на этой бирже. Либо купите Ledger, холодный кошелек и на нем храните крипту. Не у хизы. Меня познакомили в этот момент с этим Азамом, Азимом. Азимом. Гасановым. Да, да. И сказал, решит вопрос. Он решит вопрос? Да. Головное дело не заведут на меня. То есть, подожди, я правильно понимаю, что твоя подруга Лусик, у нее есть там брат, значит брат, у брата есть. Жена. Жена. На жену завели дело по ставкам. Так, и ты просто очко жим-жим. Ну, конечно. Я тоже остался. И тут тебе приходит Азим и говорит, я все порешаю, брат. Главное, бабки. Братишка, все порешаю. А с бабками вопросов нету. И ты понял, что тебе нужно, помимо вот этих свечек, которые здесь стояли, еще и лампочки в свой кентхаус поставить. Да. Но надо для этого как-то отмазаться. Надо, Федя. Забыл, что было дальше, я смотрю, да, Хиза? Сейчас я тебе напомню из твоего же интервью. Вот это вот, значит, муж, брата, сестры, жены, брата, да. Вот это дальний родственник, родственница. За что на нее возбутили? Почему Люсик объявили в розы? Что там? По ставкам, по ставкам. Какая-то тем самым. Ты не в курсе, естественно, да? Ничего не знаю. Я понял. Смотри, я правильно понимаю, вот как-то мы с тобой беседовали на интервью. Сначала этот Азим Гасанов рассказал о том, что полиция собирается задержать друга Хизы Артура Абдурахманова. То есть он приходит тебе и говорит, слушай, там кореш что-то хотел задержать. Правильно, да? Да, все верно. Да, да, так считаю дальше. И позже так реально и произошло. Да, да. В аэропорту, да? Где он? Да, 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 все верно. Да. В аэропорту к Абдурахманову Хизе, то есть к тебе, подошли двое полицейских, попросили пройти с ними для выяснения обстоятельств. Да, просто не с вами всего. Из-за блюстителей закона оказался Дмитрий Коробов. А, вот он, Димка, это тот самый. Запомните это имя. Так вот, твоего друга Артура Абдурахманова доставили в полицию, а этот Дмитрий Коробов, блюститель закона, в аэропорту сказал тебе. Сюда смотри. Ты будешь следующим. Был такой? Да. Помнишь, да? Чуть-чуть, да, пригрозил мне так. Очканул? Ну да, очко вообще за жалость. Ах, Хиза. Как ты решил, вопрос-то, Артурчика забрали, тебя нет, тебе пригрозили. Ну да, Дмитрий Коробов мне говорит, ты следующий. И я тут звоню своему другу Азиму и говорю, вот так-то, 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 так-то. У меня есть друг Артур, его забрали. Он говорит, 6 миллионов, вопрос закрыт. Куйку я себе решал. Да, в общем, 4 миллиона я достал, 2 занял, отдал бабку им, на следующий день его выпустили. Только наоборот было. 2-то достал, а 4 занял. Ну, не важно. 6, короче, что дал. 6 дал. И на следующий день опустили? На следующий день, да, все, Азиму решил вопрос, как и обещал. Охереть. И хватит разве... Так, дальше смотрим. Ну, а здесь у меня детская должна была быть. Нам на эту детскую абсолютно насрать. Что было дальше? Да дальше было, Азим говорит, мне еще лям нужен. Человеку нужно было еще отдать. Какого-то там, да? Ну, я сказал, проблем нет, ты же решил вопрос. Седьмой лям. И что, дал ты им лям? Ну, конечно. После этого Азим сказал, Хизи, держись рядом со мной, и я буду решать все твои вопросы. Как бы не было, я тебя охуя не дал. Там, на самом деле, наверное, просто чувака отпустили, а с Хизи просто так 7 лямов забрали. Дай мне это не деньги. Я уж понял. Так, то есть, получается, 7 лямов ты отдал, друга выпустили. Он сказал, лям давай, вот от того и получилось 7. Да. И сказал, держись со мной, все будет окей. Слушай, а вот эта вот информация. Азим также сказал Хизи, то есть тебе, спрятаться на некоторое время. Сволить вообще, да, с поля зрения. Пока будет решаться вопрос. Да, все верно. И что тот мент со всем разберется. И дело Хизи тоже замут. Через 3 недели Азим позвонил тебе, Хизи. И сказал, что готов решить вопрос о невозбуждении уголовного тела. Да, только опять бабки с меня потребовал, прикинь. Сколько? 12. Рублей? Тысяч? Миллионов. 12 гребаных миллионов рублей. К тем семи. А бабки-то не вопрос, не проблема. Я продал свою Rolls-Royce-Wrant. Ребят, я решил разыграть сегодня только одну машину, потому что хотел вам доказать, что есть еще честные конкурсы. Rolls-Royce-Wrant, тот, который летал там от коров. Тихо, не жили, побольше. А что же? А что же? Ну, чуть побольше, чем 12. Двадцать с половиной. Ясно. И что дальше с этим Деменомом ты сделал? Кадал? Кому? Азим. Зам нормуня был, значит нормуня. Рамзам-зам, а, Рамзам-зам. Узим-зима уже 12 грамм. Свобода-то, свобода-то дороже будет, а? Пройдем к тебе на террасу дальше. Я кидаю, когда надо было таких, бля. Сам понимаешь, о чем я понял. А через два месяца Хиза узнал, что Лусик-Рапетян объявлен в розыск. Два месяца прошло, Лусик объявляют в федеральный. Да. Ты что, подохерел, Хиз? Подохерел еще как? Мою сестру вызвали на допрос. И меня тоже, прикинь. Сестру мою. Каким образом она вообще завязана была? И тебя. Ну, это Азамчик-то, Азимчик-то, что говорит-то? Сказал, сиди, не вылази. Я и сидел. Нет, дома сидел. Охереть. Ну, типа, короче, он все порешает. Типа, порешает. Деньги ты отдал, 7 и 12. Не думал ли ты, когда отдавал свои 15 с половиной лямов, когда продавал Роллс, Ройс, о том, что тебя разводят твои братишки? Да они такой человек. Как братья могут развести? Действительно. Никогда. Никак? Это брат, Азам. Звонит мне уже все. Что говорит? Наташа. 15 с половиной лямов ты отдал. Узнаешь, что через два месяца тебя вызывают. Да, я сразу понял, что это неладное. А что у меня вообще должны вызывать? Звоню этому Азиму, говорю, что за дела, меня вызывают. Он говорит, проблем нету, типа, все, решим. Давай встретимся с Дмитрием Коробовым. И мы, да, встречаемся с ним, с этим ментом. И что? Дмитрий говорит, я честно полицейский, мне деньги не нужны. Мы все решим так. Прикинь? А 15 с половиной миллионов. Получается? Ну и бали. Азим. Да? Я понимаю, а что он? Может, ментом? Хорошо. Ясно. А меня-то вызывают? А я тоже хочу кушать. И дальше, что что? Варлуш. О, Хазим. Хыза, блядь. Хазары. Что дальше? А дальше это? Не помнишь? Дальше. Читаем. Вставай. 15 с половиной миллионов. Чего Азим-то говорит, где они? Азим выходил на связь, брал трубки. Говорил, что я все решу, я все решу. Так. А потом говорит, что деньги в итоге улетели начальнику Коробова. И он их не хочет отдавать. Преконимально они придумали. Так, в итоге. В итоге потом я ему звоню, блядь, говорю, где бабки? Какого хера ты не решаешь? Меня объявили в розыск, ищут. И все, после этого вообще трубки перестали браться, телефоны выключены, друзья его забыли. В общем, Азим, азам, оказалось, кидал его. Ты снимаешь шторишки, что я ни от кого не прячусь? Да, еще у меня запись разговора нашего была. Какая? Голосовая. С кем? С Азимой. О чем? О том, что я бабки ему отдал, он сказал, что деньги будет отдавать органы. Ты ее следствию предоставить можешь? Могу. Как мы знаем, он уже предоставил эту запись следствию. У Варнуша в телефоне, естественно, ни хера нет, это просто сценка. Что будет дальше? Что? Это самая высокая точка моего замка. А, у нас же рум-тур, я забыл. И ты сейчас находишься где? В своем замке. Нет, в СИЗО. Хиза находится в СИЗО. Ну, почти в замке. И как знаю лично я, ребят, на самом деле, там какая-то шляпа была по ставкам, где, возможно, даже просто эти копейки было отдать пострадавшим, которым написали заявление, и даже в СИЗО не заехать. Просто дело бы закрылось. Но, благодаря тому, что нам рассказали, все, что вы сейчас слышали, некие друзья Хиза его развели. И все это он сказал в своих показаниях. Прикиньте. То есть, если вы помогаете Хизе, и если вы его наё, то имейте в виду, возможно, он расскажет об этом в показаниях. Я надеюсь, что я заслужил ваше доверие, и вы убедились в том, что у меня все максимально честно. После чего он оказался в СИЗО, всех, кого вы сейчас слышали, всех слил. Слил и допрашивали их тоже. Вот. Что будет дальше, неизвестно. Но, возможно, он скоро, скорее всего, выйдет. Так как, по слухам, ему уже отдают эти 15,5 миллионов обратно. Лишь бы он молчал. Ну, что-то мне, конечно, в это мало верится. Но, тем не менее, вот эта вся история, по нашему мнению, правдива. Так что скоро будет рум-тур в моём доделавшемся замке. Да, мы продолжим с вами каперские движения. Дубайские каперы там уже совсем от рук отбились. А Лусик по-прежнему в розыске и находится, по нашим данным, в Германии. Люди, которые смотрят это видео, напишите в комментариях, что вы думаете. Развели Хизу? Или он наговаривает на блестителей закона? Или блеститель закона здесь вовсе ни при чём. Отпустил его друга изначально, когда его развели на 6 миллионов. Просто чисто его отпустили через 48 часов, ну, как это и должно было быть, да? А Хизе преподнесли, что, типа, вопрос порешали. А потом сказали, давай ещё 15 с половиной, ещё порешаем вопрос. Или всё-таки имело место быть всей этой движухи с полным разводом. Или просто развод его друзей. Или Хиза просто так наговорил и придумал эту историю с неба, чтобы сказать, почему он скрывался, а сам просто боялся идти в полицию. Вряд ли. Эта скульптура в виде дога договорного матча. Которыми раньше промышлял Хиза и его подопечные. Теперь уже не поможет Хизе. Короче, ребят, мораль всей басни такова. Если вы связываетесь с бандитами, которые вам обещают решить вопрос, с ментами, которые вам обещают решить вопрос, с гадалкой, да с кем угодно, решите вопрос с теми, кто от вас, возможно, пострадал. Отдайте им эти копейки, на которые вы их кинули, вы всё равно свои прогнозы по 4-5 тысяч рублей продаёте. Но не на 15 с половиной лямов, да даже уже если и так, решите с ними вопрос, тогда ответственность с вас спадёт. Зачем идти кому-то, пытаться что-то решить? Всё равно потом на показаниях ты этого человека сдаёшь. Напишите в комментариях, зачем он вообще про это рассказал, если это было правдой. А если это не было правдой, тем более тогда, зачем? Для чего? Забыл сказать самое главное. Подписывайтесь на канал, потому что большинство людей смотрят из рекомендаций, а не те люди, которые подписаны. Надо просто подписаться, и эксклюзив будет прилетать сразу вам в руки, особенно если нажмёте колокольчик. Моя соцсеть с картиночками, с фотографиями в описании. И также наш телеграм-канал с расследованиями, куда я всегда скидываю какой-то офигенный эксклюзив. Спасибо, ребят. Я сам бухгалый, я сам сёбуля. Я не знаю, ты хочешь сказать, что это всё, да? Потому что надо, надо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok